Главный финансовый документ региона рождался в муках. Таких сложностей при его формировании не было последние 15 лет. С этого начал свой доклад председатель комитета по бюджету Кабибулла Хасаев. Экономическая ситуация непростая, но ни одним обязательством перед жителями поступиться нельзя. Поэтому депутаты и общественники предложили больше 270 поправок, но ни одна из них, замечает Хасаев, не касалась того, как принести доход в бюджет и над этим стоит поработать. Бонусы в виде трансфертов и так далее получат те, кто сможет разрабатывать и предлагать высокоэффективные проекты, создавать новые рабочие места. В этой связи у нас есть великолепная возможность нарастить экономический потенциал региона, увеличить поступление доходов в бюджет путем создания территории опережающего развития. Хоть и непростой, но социально направленный. Такой бюджет приняли во втором окончательном чтении. Больше половины всех расходов пойдут на здравоохранение, образование, социальную политику, культуру и спорт. На социальную политику направлено на миллиард с лишним больше финансовых средств, чем в 2016 году. Те социальные обязательства, которые власть на себя взяла, они должны быть выполнены. Областную казну пополнили 11 миллиардов рублей из федерального бюджета. Таким образом, изменились основные параметры. На следующий год доходы региона составят 137 миллиардов рублей. Расходы – 136 миллиардов. Бюджет профицитный. Парламентарии одобрили и еще одно решение. Новым вице-губернатором региона стал Александр Фетисов. Он будет курировать подготовку к чемпионату мира по футболу. Марина Кравцова, Сергей Баскин. События.